Уважаемые коллеги, постараюсь быть краткой, чтобы не выбиваться из регламента. Естественно, все гастроэнтерологические аспекты онкологических пациентов, введение онкологических пациентов рассказать невозможно, потому что это огромный-огромный пласт. И, наверное, тут по каждому пункту можно рассказывать, делать по целому докладу. У нас работа в стационаре и в нашем центре делится на два больших этапа. Это введение пациентов на стационарном периоде, то есть пока пациент лежит в рамках мультидисциплинарной команды. И дальше пациенты могут наблюдаться, соответственно, уже в амбулаторном порядке. И также у нас есть те пациенты, которые обращаются из других учреждений или из других регионов, приезжают тоже, опять же, к гастроэнтерологу. Собственно, чем занимается гастроэнтеролог с точки зрения онкологических пациентов? Наверное, практически всеми осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта, которые, в принципе, у этих пациентов могут возникать. Это и потери веса, и осложнения после проведенного оперативного вмешательства на фоне химиолучевой терапии. То есть, в общем-то, вся гамма возможных осложнений, практически вот все, с какими жалобами может прийти пациент, пациенты с этим и обращаются. Пациенты действительно у нас сложные, интересные, тяжелые, поэтому какого-то вот такого однозначного алгоритма обследования или ведения или лечения этих пациентов с точки зрения гастроэнтеролога нет, потому что действительно пациенты сложные, пациенты коморбидные, с огромным количеством симптомов, в которые они приходят. И я хотела бы остановиться просто на нескольких таких моментах, которые вот в том числе мы стали делать, которые являются, ну, как вспомогательными методиками для того, чтобы нашим пациентам помогать. И первое – это потеря массы тела. Ну, здесь вот я представила все, опять же, несколько причин, по которым наши пациенты могут терять массу тела. Это, наверное, один из самых частых симптомов, с которыми пациенты обращаются. И здесь, опять же, нужно разбираться, почему такое у пациента происходит, то есть что, кроме потери массы тела у пациента, есть тошнота, рвота, запоры по носу, болевой синдром. То есть что еще пациента беспокоит, с чем он приходит, кроме всего этого прочего. Для инструментальной диагностики у нас в стационаре есть в рутинной практике. Мы можем использовать, я сейчас покажу, биоимпедансметрию. У нас стоит диамант аист, это медицинский анализатор состава тела. Ну, вот он здесь показан, в котором мы можем оценивать процент жировой массы, соответственно, внутриклеточную, внеклеточную жидкость. И точно так же на амбулаторном этапе, в принципе, я это обследование при необходимости могу пациенту провести для того, чтобы оценить то, с чем он пришел сейчас, то, с чем он придет попозже, то есть оценить некую динамику. На стационаре у нас это, в принципе, используется в такой рутинной практике для того, чтобы при необходимости посмотреть, в каком статусе пациент находится на данный момент. Ну, вот как я сказала, вот так вот выглядит исследование. Вот это вот, вот мы видим здесь жировая масса, внутриклеточная, внеклеточная жидкость. И в динамике здесь действительно очень хорошо оценивать, как пациент реагирует на проводимую нутриционную поддержку, когда это не работает. Это не работает, когда пациенты с выраженной кохексией, то есть индекс массы тела там ниже 12-13, там уже действительно аппарат дает очень большие погрешности. И плохо и динамику оценивать, и само по себе исследование может давать большую погрешность. Естественно, у пациентов с очень высоким индексом массы тела, то есть точно так же, когда индекс массы тела больше 40-45, там уже достаточно сложно оценивать динамику. По биоимпеданцию тоже будет ряд погрешностей. Ну и хотела просто показать несколько клинических демонстраций, которые как раз показывают с точки зрения, что еще может быть у пациентов, вот как причина, в виде причины потери массы тела. Это была пациентка, которая как раз обратилась на прием. Приехала она из региона. Пациентка с жалобой на момент того, как она вот пришла ко мне на прием, это была прогрессирующая потеря массы тела в течение последнего года. На момент осмотра вес у пациентки был 45 кг, индекс массы тела 16,5, ну тут чуть меньше. За последний год потеряла пациентка 11 кг, общий белок 45, альбумин 20, жидкий стул практически не прекращающий до 18-20 раз в сутки. Отеки нижних конечностей, ну такие хорошие там до средней трети голени. В анамнезе у пациентки рак тела желудка, состояние после лапароскопической гастроэнгитомии, химиотерапии. Осмотрена была пациентка онкологом. Данных за прогрессирование основного заболевания у пациентки нет, но при всем при этом вот в течение года у пациентки наблюдается вот такая картина. Она теряет вес. Пациенты постоянно в отеках, у пациентки диарея. По месту жительства она регулярно ложится в стационар. Ей проводится инфузионная терапия, проводятся растворы каких-то там аминокислот, что-то даже альбумин ей вводили. Никакой динамики нет, пациентка продолжает истощаться, продолжается вот эта вот профузная диарея. И на сегодняшний день она пришла с тем, что динамики никакой нет, у пациентки продолжает худеть. Мы ее начинаем обследовать, повторяем все обследования, делаем КТ органов брюшной полости, делаем фиброколоноскопию с забором, даже мультифокальной биопсией ничего не показывает. То есть там какие-то минимальные поверхностные изменения. Клиника биохимия, как я уже говорила, соответствует тому, что у нее есть. На ФГДС ничего, онкологи ее смотрят, то есть данных за прогрессирование у пациентки никаких нет. Анализы все посевы чистые, но единственное, что вот у нее было найдено, когда я с того же посмотрела, она рискала на панкреатическую эластазу. Там значения были 15, что соответствует вот такой тяжелой степени внешнесекреторной ферментативной недостаточности. И на этот момент это было, ну вот все, что можно было найти у этой пациентки. Поэтому мы с ней попробовали. Прошу прощения, слайд потерялся один. Я ей назначила хорошую заместительную терапию ферментами. На сегодняшний день, это был февраль, на сегодняшний день, буквально, по-моему, неделю назад пациентка мне писала, поправилась она уже на 10 килограмм практически. Стул у нее сократился там до 2-3 раз в день, отеки ушли полностью, показатели стабилизировались. Вот как раз пациентка абсолютно счастлива, довольна, собирается к нам приехать к Новому году на просто контрольное уже обследование. То есть, ну вот такой вот интересный случай, когда не всегда очевидно это связано с пострезекционным синдромом непосредственно, с удалением органа. Вот когда нужно иногда посмотреть, поискать вот какие-то такие вещи. И вот по закону парных случаев еще один такой же пациент был. Чуть-чуть, да, он попозже пришел. То же самое. Рак большого двуденального сосочка, механическая желтуха, ГПДР от 2017 года. И с февраля 2019 года пациент, и даже в течение года пациент начинает терять вес. Точно так же, вот с такой же прогрессирующей потерей массы тела, с такой же диареей, с отеками. То есть пациент сюда, тоже, кстати, пациент приезжает к нам из региона, издалека пациент приехал. И то же самое. Мы начинаем, и вот вроде как ему ставят под вопросом какие-то там метастазы в воротах печени, это по месту жительства. Мы начинаем здесь его полноценно обследовать. То же самое, вот таких убедительных данных за прогрессирование основного заболевания не было. И то же самое, вот по скринингу, по обследованию, примерно вот когда я говорю, что по закону парных случаев, все то же самое, та же самая ферментативная недостаточность. То есть начинается такая же заместительная терапия, пациент вернулся домой, та же самая в итоге прибавка массы тела. На сегодняшний день данных за прогрессирование основного заболевания нету. Тоже вот буквально недели три назад мне сын этого пациента писал. Пациент стабилен, то же самое должен к нам, вот посмотрю его на Новый год, когда он приедет, сделаем повторное обследование. Посмотрим, он к нам собирается вот тоже в декабре приезжать. В плане нутриционной поддержки, конечно, здесь тоже нужно смотреть. Естественно, все пациенты, и первая пациентка, и второй пациент получали и симптоматическую терапию, и дополнительное лечебное питание, что служит, естественно, дополнительными такими методиками. В плане вот дополнительной нутриционной поддержки, конечно, очень хорошо, что у нас в городе, допустим, ну вот для этих пациентов, к сожалению, нет, а у нас в городе уже несколько лет работает замечательная программа в городском онкологическом диспансере, который и наши пациенты, и вот тоже врачи, кто может быть, если вы не знаете, с локализацией голова, шеи, желудок, при недостаточности питания, при прогрессирующей потере массы тела, они могут бесплатно получать препараты лечебного питания. Для этого просто нужно написать свое заключение, отправить пациента туда, он туда звонит, записывается, его, соответственно, там необходимые анализы сдают, и пациент получает препараты лечебного питания. И это, конечно, огромная помощь нашим больным, и нам в том числе для работы, потому что это по городу закрывает такую огромную нашу проблему сейчас на амбулаторном этапе, потому что действительно препараты лечебного питания выдаются, выдаются хорошо коллегами на достаточно длительные промежутки времени. У меня есть пациенты, кто уже по 4-5 месяцев получает их на постоянной основе, и это, конечно, потрясающе из того, что у нас сделано. Вторая проблема тоже, про которую я хотела кратко рассказать, это рефлюкс изофагита у наших пациентов. Но даже не столько про рефлюкс изофагита, а про возможные осложнения, которые не совсем, может быть, даже изначально можно связать с желудочно-кишечным трактом. Это, естественно, пациенты, которые оперированы на желудке, пищеводе, у большинства из них, как мы знаем, в послеоперационном периоде в той или иной степени развивается рефлюкс изофагит, который, ну, большей частью мы лечим, мы видим эндоскопически, да, соответственно, мы понимаем пациенты жалобы, мы видим, знаем оперативное лечение, объем оперативного вмешательства, который был проведен пациенту, назначаем терапию, видим положительную динамику, мы счастливы и довольны. Но иногда, вот, бывают, опять же, случаи, которые не совсем понятны, не совсем однозначны. И в этой ситуации я вот здесь как раз хотела показать возможность использования дополнительных методик обследования, но в данном случае речь пойдет про суточную импеданс пиашметрию. В рутинной практике это методика, которая больше применяется в стандартной, в обычной гастроэнтерологии для дифференциальной диагностики между рефлюксом истинным, да, и, допустим, функциональной изжогой, гиперсенситивным пищеводом, как суточное мониторирование снимается сердце, вот точно такое же может сниматься с желудка из пищевода. Соответственно, это вводится тоненький назогастральный зонт, он опускается в желудок, ориентир это, соответственно, ножки диафрагмы, зонт ставится под рентген-контролем, и дальше в течение суток пациент, зонт этот с обратной стороны прикреплен к маленькому портативному датчику, который пациент носит с собой в сумочке, и в течение суток пациент ходит с этим датчиком, соответственно, на зонт попадают, когда забросы, датчик это регистрирует, и через сутки мы имеем, вот как развернутую кардиограмму, точно такой уже, собственно, суточный импеданс-пиашметрию, мы имеем картину всего того, что происходит у пациента в желудке, в пищеводе, то есть характер рефлюктата, из чего он состоит, высоту заброса, скорость очищения пищевода, скорость пищеводного клиренса, все это мы можем, соответственно, оценить. И мы попробовали как раз с коллегами сделать то же самое, вот я покажу клинический пример у пациентки после как раз оперативного вмешательства. Это был пациент, вот первая ситуация, здесь как раз больше, вот я покажу про функциональную изжогу. Пациент, соответственно, в анамнезе раконтрального отдела желудка, электрохирургическое удаление опухоли, салопароскопической биопсией, и, соответственно, вот на момент того, как пациент пришел ко мне на прием, у него из жалоб была постоянная такая мучительная рецидивирующая изжога, как он говорил, которая началась сразу после оперативного вмешательства. На фоне попыток отмены ингибиторов изжога рецидивировала, пациент принимает их, вроде тоже не особо помогает, и на ингибиторах тоже она сохраняется. Данных за рецидив основного заболевания нет, пациент всеми обследован, осмотрен, по части основного его диагноза все в порядке. И с учетом тогда длительно сохраняющихся жалоб, как раз вот пациент был направлен на суточную импедансметрию. И, соответственно, что мы у этого пациента увидели? Что фактически есть большое несоответствие между теми его жалобами, которые есть, и, соответственно, тем, что мы получили папиашметрию. У пациента бывают незначительные, непродолжительные такие рефлюксы постпрандиальные после приема пищи. Патологических рефлюксов нету. Некислые, соответственно, гастроизофагиальные рефлюксы у пациента не выявляются. То есть вот в данном случае мы имеем характер такой функциональной изжоги, так называемой, которая вот непосредственно у данного пациента компенсировалась не ингибиторами протонной помпы, а как раз антидепрессантами. Потому что тоже, да, бывает, когда именно функциональная изжога, и пациенты, это относится к таким соматоформным дисфункциям, которые, в общем-то, лечатся даже не совсем гастроэнтерологически, но на приеме, в общем-то, антидепрессантиков в течение месяца-двух у пациента изжога полностью оккупировалось. Показаний для продолжения назначения длительного ингибитора в протонной помпы у этого пациента конкретно не было. На сегодняшний день пациентов ничего не беспокоит. Ну, какие-то такие небольшие постпрандиальные, периодически при переедании у него рефлюксы бывают, которые он оккупирует антоцидами, но, соответственно, данных на сегодняшний день никаких за то, что у пациента именно ГРБ нет. А вот вторая пациентка тоже была достаточно интересная пациентка. Ей была выполнена гастроктомия в 2009 году, и все у пациентки было хорошо до того времени, пока у нее не начались приступы, которые, как она описывала, пациентка просыпалась в ночи от ощущения удушья, госпитализировалась регулярно по скорой медицинской помощи, постоянно с диагнозом аспирационная пневмония. Описывала она их в классике действительно вот как рефлюкс. Она просыпалась с ощущением удушья, сжения в пищеводе, в ротовой полости с подъемом температуры во время приступа. И пациентка лечилась у гастроэнтеролога все это время. Все вот в течение двух лет пациентка регулярно получала ингибиторы протонной помпы, причем в достаточно больших дозировках. Урсодезоксихолевую кислоту, антоциды, альгинаты, регуляторы моторики. И все это беззначимой положительной динамики. То есть пациентка все равно регулярно продолжала с этой своей аспирационной пневмонией периодически госпитализироваться. По результатам обследования данных за рецидив на момент осмотра не было. Обращают на себя внимание множественные очаги воспалительного характера в верхних долях обоих легких. И тоже как раз мы решили, что попробуем сделать этой пациентке даже после гастроктомии, попробуем ей сделать суточную пенанспиашметрию, потому что действительно было интересно посмотреть на обострение, что у этой пациентки будет. И что мы у нее увидели? Что, во-первых, у пациентки после кислотопродукции у нее, естественно, нет назначения ингибиторов протонной помпы. В данном случае у нее абсолютная была анацидность. Никаких там кислых рефлюксов у пациентки не было. Но у нее был другой момент. У нее были очень высокие рефлюксы, которые достигали проксимального отдела пищевода. То есть здесь как раз больше шла речь не о том, что они были кислые или щелочные, или еще какие-то. Они были именно очень высокие. И вот за счет вот этого высокого рефлюкса, по всей видимости, она и получала свою уже вторичную на фоне рефлюкса аспирационную пневмонию, с которой, собственно, она и была госпитализирована. И вот с этой пациенткой мы пошли вообще по другому пути. Мы немножко... А, все. Мы откорректировали с этой пациенткой питание. Мы выяснили, как пациентка спала. Мы выяснили, что пациентка любит спать в горизонтальном больше положении. Муж ей в итоге модифицировал кровать. Мы провели ее практически вот в положении 45, под углом 45 градусов. Мы изменили рацион питания. Я немножко проработала. Но смысл в том, что за последующий год вот таких эпизодов именно хорошего такого ночного рефлюкса у пациентки было всего два. Первый раз, когда ей очень хотелось отметить свое день рождения, она его хорошо отметила, да, от души совсем. А второй раз, между прочим, пациентка, кстати, сама врач. Вот, да, мы с ней прекрасно общаемся. И второй раз у нее было на работе 8 марта. И после этого 9 с утра она мне позвонила и сказала, ну, наверное, опять начну лечить пневмонию. Но, собственно, вот по крупному счету мы с ней эту ситуацию отработали и убрали. И я к чему говорю, что вот иногда такие методики, они нам тоже помогают посмотреть, что может быть у наших пациентов. Потому что не всегда вот все так очевидно с первого раза. Ну, и еще одна методика, которую тоже мы начали сейчас внедрять в стационаре, очень активно ее применяем. Это сфинктерметрия. И мы ее используем для дифференциальной диагностики у пациентов с пострезекционными синдромами как раз после закрытия элиостомы. У пациентов, которым выполнена передняя и нижняя резекция. Для того, чтобы отдифференцировать, где у пациента действительно пострезекционный синдром, да, с преобладанием, допустим, диареи учащенного стула. Но есть ли у пациента еще и слабость сфинктера? И насколько тут можно еще применять, соответственно, другие методики восстановления таких пациентов? Просто вот покажу клиническую демонстрацию быстренько. Это, еще раз повторюсь, что сфинктерометрия – это метод оценки функционального состояния мышц анального сфинктера и тазового дна. И для наших пациентов это сейчас очень актуально, потому что действительно многие пациенты приходят с жалобами на диарею, допустим, и нам важно дифференцировать. А диарея – это диарея, потому что у него резицирован участок кишки, потому что очень часто пациент приходит, и мы понимаем, что, я, допустим, вижу, что объем оперативного вмешательства не соответствует тем жалобам, которые у пациента есть. И тогда, да, мы подключаем дополнительный методик и смотрим, а что у него есть еще. И вот как раз я покажу наглядную демонстрацию. Пациент обратился, пациент, 50 лет, молодой, здоровый мужчина. В анамнезе рак сегмоидного отдела прямой кишки, рептосегмоидного, лапароскопически ассистированная резекция прямой кишки в 2016 году. Потом пациенту восстановили непрерывность тонкой кишки в 2017 году. И вот с этого момента все и понеслось. Обратился он с тем, что приехал он сюда к нам, тоже пациент приехал из регионов. Приезжает пациент, молодой, здоровый мужчина, красивый, приезжает, говорит, вот извините, я хожу в памперсе, у меня стул там больше 20 раз в день, я работать фактически не могу. Стул у меня постоянный, я уже вообще ничего не понимаю. Мы, соответственно, стул действительно у него до 20 раз в день, небольшими порциями сопровождающиеся схваткообразными болями. Но что обращает на себя внимание, вес пациент не теряет. То есть вроде как диарея-то у него многократная есть, а вес у пациента стабилен. Назначали пациенту там пробиотики, прокинетики, ферменты, вот как он говорит, ну вот ничего мне не помогает, все, вот все равно вот так вот сделайте что-нибудь. И как раз мы сделали этому пациенту, ну провели стандартное обследование, также его обследовали онкологи, по основному заболеванию все спокойно. И вот этому пациенту как раз мы выполнили сфинктерометрию. И действительно, да, мы у него получили, что у него такой комбинированный пострезекционный синдром, который обусловлен и оперативным вмешательством, и тем, что у пациента еще и имеется недостаточности анального сфинкера. Пациенту было проведено 14 сеансов бостерапии, 14 сеансов тибиальной стимуляции, нейромодуляции. Вот как раз недавно в октябре пациент закончил, как вы видите, лечиться. Это вот буквально с лета у нас этот пациент приезжал к нам. На сегодняшний день, по крайней мере, вот на сейчас, количество позывов на дефекацию у него сократилось в сутки, вот примерно у него стул 5-8 раз, что для него является положительной динамикой значима. Естественно, я ему скорректировала еще и симптоматическую терапию, пациент получает и пробиотики, там, соответственно, и противовоспалительные препараты. Но пациент научился держать стул, то есть он может контролировать свои позывы на дефекацию. У него нет такой потребности моментального порожнения кишечника. На сегодняшний день он ходит довольный в джинсах, уже без памперсов. Ну и, по крайней мере, мы посмотрим, сейчас сложно сказать, вот как будет сохраняться эта динамика, допустим, через полгода. Но вот опять же, когда пациент в следующий раз к нам приедет на контрольный осмотр, мы проведем повторное обследование и посмотрим, вот, соответственно, что у него будет дальше. Все, я уже выбилась из регламента. Поэтому, соответственно, к чему я все это говорила? К тому, что пациенты у нас сложные и действительно не всегда вот однозначно то, что кажется на первый взгляд. И с той же недостаточностью питания, и с причинами потери веса, и с диареями, и с рефлюксами, и со всем. Надо с этим разбираться, смотреть и, соответственно, при возможности использовать еще и какие-то, кроме стандартных, дополнительные методики. Продолжение следует...